Помнишь, мы в Белозерке их завалили? Смотрите, как я повелся на пивную рекламу. Видите, как это все красиво смотрится, такие красивые картинки. Я же любитель всего, сука, красивого. И вот, сука, я, естественно, повелся на это. Стал из-за этого употреблять пиво. К тому же еще сам Бог послал мне эту книгу с помойки. И как только я начал пить пиво и показывать это на ютубе, в моих роликах, сразу появились люди, которые хотят мне присылать разные сорта пива, чтобы я их дегустировал. Ну и сегодня не исключение. Сегодня, значит, у меня будет, так сказать, первая дегустация бельгийского пива, короче. Ку-ку. Короче, подогнал мне один из моих подписчиков бутылочку бельгийского пива. Вот такого. И самое главное, скотина не просто подогнал, а попросил, чтобы я сделал... Как это называется-то по-русски? Продегустировал, вот. Я, долго не думая, заказал у Юлечки вот такие вот бутербродики с салямой, саля... С, сука, опять заговариваюсь, с колбасой, с салями. И решил продегустировать это пивко. Даже бокал в холодной воде смочил. Давайте, наверное, бокал сначала возьму. Вот, бокальчик прохладный. И давайте, наверное, открою пивко, кстати, тоже из холодильника. И сделаю первый захлеб, так сказать. Никогда это пиво не пил. Но я только недавно начал пиво пить. Кстати, в следующий раз сделаю обзор вот на это пиво. На баварское. Но я его уже пил. Но, тем не менее, обзор тоже сделал. А сейчас на вот это вот лесе. Бельгийское. Давайте попробуем. О, какая пена! Смотрите, какая пена! Шикарная пена! Секундочку, я закрою, чтобы не выдыхалось. Ну, я, конечно, не эксперт в пиве, да? Пока что я только пил пшеничные баварские пива. И вы знаете, как бы вот нормально с колбасками заходят они. Со всяким жареным мясом, с орешками. Ну, как пена долго держится. Смотрите. Да, конечно, цвет у этого пива, ну, вам камера не передает. Но цвет не как у пшенички не фильтрованная. Цвет прозрачный. Такой темно-янтарный. Ну, у вас, кстати, я вижу по... Как передает камера, он вообще как вино практически красное смотрится. Но на самом деле нет. Она такой темный-темный, такой темный янтарь. Сука, смотрите, как пена долго держится. Охереть! Так, давайте, наверное, я сделаю с вашего позволения первый захлеб. Вообще, просто пиво пить мне не нравится. Мне вот именно нравится с едой, с колбасками, там, с мясом. Всяко лучше, чем Кока-Кола. Смотрите, как я стал выглядеть, когда я перестал пить Кока-Колу. Ну, помолодел, сука, на 10 лет. А все почему? Потому что пиво, пиво, священный напиток. Ди пиво! Людей губит не пиво, а вода. А пиво только лечит. Так, на запах. Запах хороший. Я не знаю, какие все ингредиенты называются в пиве. Но вот так вот его нюхать можно. Как бы отвращения нет. Мне даже вот напоминает, когда я с дедом, когда был маленький, когда лет 5 было, ходили мы в пивнуху. Он любил пиво пить. Там тоже такие запахи были, но не такие вкусные, как у этого пива. В Ивано-Франковске пиво, наверное, было не такое хорошее. Здесь намного приятнее запах, чем в пивнухе из Ивано-Франковска. А тем более в пивнухе из Питера, сука, где я работал, сука, вышибалой. Извиняюсь. Навеяло. Нет, запах вот реально. Такой, знаете, такой хлебный. Хлебный запах такой с изюмом. Хлеб с изюмом. Такой. Темный хлеб с изюмом. Вот если вот так вот запах передать, да. Хороший запах. Давайте сделаю первый захлеб без колбаски. Я его подержал в роте, как вино, чтобы оно так на деснах осело. Ну даже, сука, чем-то квас напоминает, вы знаете. Вот если сюда еще сахаром бахнуть, ну будет квас. Так, ну, как бы чувствуешь, что пиво достойное. Я, как бы, сука, не эксперт в пиве, да. Ну вот оно просто чувствуется, что сделано не просто так вот на тяп-ляп, а пиво, сука, оно достойное. То есть мастер сюда, конечно, вложил свою голову, свои знания, свои руки, да. Свой опыт. Пьется легко. Заглатывается легко. Оно вроде как бы такое легкое, да. Но в то же время плотное, не водянистое. Легко пьется, не горчит. Реально, вот сюда еще сахар бахнуть и будет квас. Может, не самый вкусный квас в мире, сука. Но это будет квас, сука. Теперь давайте с моими бутиками попробуем. Сейчас, секундочку. Самое главное, что я, например, много пива не выпью. Это какая-то пиво. Хам, пиво. А коколы много выпью. Поэтому лучше для меня, наверное, перейти на пиво. Ну, вкусно. В принципе, вот так вот. Кушать такие вот колбаски, копченые всякие. Мясо всякое. И запивать пивом. Тьфу, пивом. В принципе, вкусно. Сейчас, секундочку. Я посмотрю, что у меня есть оливки. Секундочку. Сука! Где оливки, сука, тварь? Собер на все, сука, или что? Тварь, сука! Хер с ним. Вместо оливок давайте эту горчицей попробуем намазать. Бутиран. Бутик. Бутик. Сука! Сука! Вылазь, сука! Мелстрой! Попробуем. Ммм. О! Так вкусно. Еще из горчицы вот так. Кстати, цвет, цвет, цвет. Смотрите. Цвет горчицы и этикетки. Ммм. 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 Не просто. Сука! Я как бы не проп... Сука! Дьявол вселяется. Я как бы не пропагандирую бухло. Это на меня как бы не похоже. Я всю жизнь был против этого. Но оно, сука... Сука! Реально вкусно! Вот так вот. Особенно с этой гребаной, сука, горчицей. Я прямо как Архимед, который в ванну залез. Только вместо оливок нашел горчицу. А оно реально вкусно с этой колбасой, с хлебом и с этим пивом. Блин, реально вкусно! Я сейчас не прикалываюсь. Оно как бы все вот... И горчица, и пиво. Все как бы в одном таком... Ммм... Стиле как бы... Как бы все к друг другу подходит. О! Сука! Не, реально вкусно! Сука! Перчатку испачкал. Сука! Угу. 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 Может у меня херовый дегустатор, насколько вкусно. Ну а со временем поднатаскаешь, разные пива попью, может я буду лучше дегустатором и буду рассказывать вам больше информации про всякие там нотки, бочковую структуру, что там еще там. Про всякое там ячмень, пшено. Вот, давайте, последний закус. Сука, перчатки пачкаешь, сука, из-за вас. Последний закус, последний захлеб. Вкусно, сука. ШААААА! ШАААА! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok